Семь месяцев работы и вот на экране 52 минуты документального фильма о жизни и судьбе нашего земляка Михаила Ларионова. Фамилия, которая стала известна на весь мир. Человек родился в Тирасполе, переехал, но затем каждый год возвращался и лето проводил здесь, в гостях у бабушки. Любил акацию и улочки города. Называл наш край Южный Таити. Так и назвала свою первую главу в документальном фильме Наталья Голубь. Ларионова как-то так интересно получилось. Первое десятилетие процветания, успеха в России это 1900-1910 год. И вторая часть это когда судьба его свела с Дягилевым. И вот 10 лет там сотрудничества, то есть это уже получается 15-25 год. То, что он достиг достаточно больших высот уже как театральный художник, ремограф и так далее. А все остальное время это тоска по родному городу, куда он, к сожалению, не мог вернуться. Именно Ларионов изменил ход развития искусства 20 века. Его картины в Третьяковской галерее в Москве, в центре Жоржа Помпидо в Париже. Я ухожу с особым настроением после этого фильма. Вы знаете, это, я считаю, большим культурным достижением вообще нашей республики. Вот сегодняшний фильм, который посмотрели о нашем земляке Ларионове. Я, во-первых, сам узнал много нового, то, чего я не знал. Но самое главное, что Наталья Голуб сумела охватить в такой короткий промежуток времени такой огромный материал, каким являлся сам Ларионов. Фильм очень интересный, мне понравилось. На самом деле я первый раз услышала фамилию Ларионов, и мне очень понравился конец, вот прям за душу тронуло. Фильм замечательный, работа проделана очень большая, все-таки текст такой душевный. И на самом деле я так сама никогда не любила Ларионова. Знала о нем, но не любила его. Но сегодня прям он для меня открылся с другой стороны. Много интересного, много нашла похожего на где-то на себя в его характере, на своих друзей. Действительно, он террасполичанин, действительно, он наш местный. И можно его не любить, но знать его и гордиться ему обязаны. Продолжение следует...